В Тверской области наконец-то установилась долгожданная летняя погода. Столбики термометров преодолели отметку в 30 градусов, а вода в реках прогрелась в среднем до 17-18 градусов. Минувшие выходные выдались поистине горячими. Жители региона потянулись к водоемам. Но, увы, летние забавы сразу аж для четырех детей закончились трагедией. Чтобы цифры статистики не пополнились новыми жертвами, спасатели и медики бьют тревогу. Как выбрать место для купания с детьми и как оказать первую помощь, рассказываем прямо сейчас. На этих кадрах акватория Нижненегачанского водохранилища в Кувшиновском районе. Здесь 24 июня произошла страшная трагедия. Утонули трое детей 6, 7 и 8 лет. Их тела были найдены на берегу и в воде. Также правоохранители разбираются и в обстоятельствах гибели 13-летнего жителя Ржева, который днем позже ушел под воду при попытке переплыть в Волгу. Четыре трагедии за два дня. Трагедия в Кувшиново, безусловно, повергла в шок тверских родителей, которые успели прочитать о ней в местных новостях. Пока во всех деталях разбирается следствие. Но известно по предварительным данным одно, что дети находились на водоеме без присмотра родителей. Мы заглянули на Тверской пряж в самый разгар купального сезона. Сегодня здесь отдыхают целыми семьями. Решили поинтересоваться, что думают мамы и папы о безопасности детей на водоемах. А вы слышали, трагедия была в Кувшиново? Я в шоке просто. Кошмар. А вот как считаете, можно было бы такой трагедии избежать? Я не знаю подробностей, но я уверена, что когда дети гуляют сами, это ненормально. Одного отпускаете в воду? Нет, конечно. Разрешаете одному в воду? Одному нет. Только под нашим присмотром. А какие средства мужзащиты используете? Круг, наколенники или плавать умеет? Умеет плавать. Сейчас ничего не используем. А раньше были нарукавники и жилет. Мне советуют сначала начинать плавать по собачьи, а потом уже как все. Но так бывает не всегда. Зачастую дети оказываются предоставлены сами себе и развлекаются в силу своей фантазии. Впрочем, не только ребятишки оказываются в плену водной стихии. Известна в эти дни стала еще о двух смертельных случаях на воде, в результате которых погибли взрослые. А потому горячая пора настала и для службы скорой помощи. Одна из частых причин для вызова медиков в летнее время именно утопление. Врач Андрей Беляев условно поделил таких пациентов на категории. Большинство случаев происходит с детьми. Как правило, это небольшой возраст. Это от двух до семи лет. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения. А также те люди, которые недооценивают свои силы и пытаются доплыть до какого-то берега. Но, скажем так, сил не хватает. Что примечательно, среди горе-купальщиков представительниц прекрасного пола крайне мало. В большинстве случаев ушедшего под воду человека удается спасти. Иногда благодаря неравнодушию окружающих и владению навыками оказания первой помощи. Их должен знать каждый. Во-первых, нужно вызвать медиков и спасателей. Во-вторых, тонущего нужно вытащить. Подплыть к нему лучше со спины, подхватывать за подмышки и грести к берегу. Положить человека на колено, на живот. И, наклонив его, постучать в межлопаточную область несколько раз. Если утонувший, без сознания, у него отсутствует самостоятельное дыхание, тем более пульс, то в таких случаях необходимо проведение базовой сердечно-легочной реанимации, заключающейся в 30 нажатий на грудную клетку и двух вдохах. Далее пострадавшую укладывают на бок и передают в руки медиков. Врачи также предупреждают, что вода может не только убить, но и покалечить. Ныряя, можно получить тяжелые травмы, которые приведут к инвалидности. Об опасности на воде предупреждают и сотрудники МЧС. Они призывают родителей не оставлять детей одних, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не ходить на речку в одиночестве. Не стоит заранее переедать. А при любых признаках недомогания лучше воздержаться от подобного отдыха. Не зря говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.